Привет, друзья! Я Алекс, а это лаборатория настольных игр профессора Фикуса. Надо сказать, что мне очень и очень понравилась та обратная связь, которая в прямом смысле обрушилась на меня после того видео, которое было посвящено советам ДМу. И поскольку эта обратная связь в большинстве своём, ну кроме нескольких совсем терминальных случаев, была позитивной, то я решил, что хорошее шоу должно продолжаться, и потому вот вам ещё одно видео с советами ДМу. И самый первый совет, который я дам в этом видео, на самом деле должен был быть ещё в том, в первом видео. И звучит он как-то так. Никогда не следуйте на все 100% каким бы то ни было добрым и хорошим советам. У всех у нас своя дорога, своя кривая обучения. Просто послушайте, выберите, что, как вам кажется, интересно и подходит, и сами найдите свой путь к самосовершенствованию. И из этого совета вытекает сразу же следующий и, как мне кажется, самый важный совет любому ДМу. Получайте удовольствие от игры. Вы все собрались хорошо провести время. Не просто покидать кубики, не просто подвигать ваши миниатюрки по полю, а именно хорошо отдохнуть. И, к сожалению, иногда бывает так, что ваша партия вас огорчает. Что-то идёт не по плану, они ведут себя неадекватно, они саботируют ваш игровой процесс. И, как вам кажется, всячески втыкают вам палки в колёса. И когда это происходит, я настоятельно вам советую сделать очень долгий вдох, потом подождать какое-то время, выдохнуть и попытаться понять, а вы-то зачем сюда пришли? Для кого-то это радость поделиться собственным игровым миром. Кому-то интересно посмотреть, как люди, живые люди, будут взаимодействовать с его вселенной, а кто-то просто хочет поразвлечься. Так что даже если они угробили вашу заготовку, сорвали всё задуманное, обхитрили и убили каким-то, как вам кажется не очень честным, способом вашего главгада, то это вот вообще не повод, чтобы огорчаться. Не портите настроение ни себе, ни вашим игрокам, а подумайте о том, что это тоже часть веселья. И если вашим игрокам всё ещё интересен ваш мир, они хотят приключаться, но с какими-то своими оговорками, улыбнитесь и продолжайте игру. И теперь давайте перейдём к более практическим советам. И следующий совет, который я хотел бы дать, звучит очень просто, но при этом часто является проблемой. Знайте правила системы, по которой вы собираетесь, или по которой вы уже водите игроков. Вот честно и пионерское, несколько раз такое было, когда я водился, и ДМ, вместо того, чтобы вести игру, периодически, на самом деле довольно часто, нырял в книгу правил, в дополнительные книги, долго шуршал страницами, что-то там искал, и в итоге вся магия игры просто шла лесом. И если возвращаться к социальному контракту, то там отдельным пунктом прописано, что ДМ должен знать правила игры не хуже, а в идеале и лучше своих игроков. Само собой разумеется, вы всегда можете сказать, никаких я этих ваших контрактов не подписывал, что это такое я не знаю, и даже если знаю, то мне на это плевать. Но на самом деле, я призываю не впадать в крайности, то есть не к тому, что ДМ должен знать все рулибуки наизусть и цитировать их, даже если его ночью поднять. Однако, как мне кажется, хорошим вариантом был бы тот, когда ДМ, во-первых, владеет информацией, а во-вторых, если ему что-то надо отыскать, то он знает, где это искать именно в книге правил. Все мы люди, у всех у нас есть свои заботы, дела, работа, учеба, личная жизнь, семья. И ДМ-ство это то, что происходит между ними, то есть по сути это добровольно взятые на себя обязательства. Есть еще один хороший вариант, когда вы достаточно хорошо понимаете общую механику игры и можете принять решение на ходу, не задерживая и не нарушая хода игры. И раз уж мы заговорили о правилах и идромеханике, то у предыдущего совета есть своего рода обратная сторона медали, и это непреклонность ДМа по отношению к правилам и их применении по отношению к своим же игрокам. Особенно часто этим грешат начинающие ДМы, которые искренне убеждены, что в этих огромных талмудах с правилами заключена абсолютная истина. Но мы-то с вами знаем, что бесконечная беговая дорожка дополнений, на которой стоит любое более-менее серьезное издательство, будет лепить эти книги с огромной скоростью и зачастую в ущерб качеству, лору и так далее, лишь бы срубить бабла. Более того, я настоятельно призываю ДМов, молодых и не только, опираться не на эти бесконечные сорсбуки и гайды и какие-то книги дополнительных правил, монстров, вооружений, тактик, а использовать свой мозг и не нырять за каждой мелочью в очередную сто пятисотую книжку с дополнениями. Самый, что ни на есть, классический пример, это когда ДМ запрещает партии, ну или персонажу, делать что-то, утверждая, что раз у него нет этого навыка, то и попытаться сделать это он не может. Ни с какими штрафами, негативными модификаторами, никак. И здесь я могу посоветовать только одно. Придерживайтесь духа правил, а не буквы. Большая часть ДМов, которых я знаю, активно модифицирует правила. И ни у одного из них, у кого я водился, правила, скажем, на Денжонс и Дрэгганс не совпадали. У каждого из них были какие-то свои холмбрюшные правила. Так что один из самых важных навыков, которые вы должны освоить как ДМ, это умение как-то обогнуть правила, вывернуть их или вообще проигнорировать, если это, как вам кажется, будет хорошо для игры. Но сами подумайте, слепо следовать правилам в ущерб всеобщему удовольствию от игры это очень плохая идея. Не бойтесь импровизировать, не бойтесь творить, не бойтесь обходить правила. Главное, не делайте из этого привычки, ибо потом можете в такое скатиться, что мало не покажется. Помните, мера важна во всем. И раз уж мы заговорили о мере, то следующий совет, который мне хотелось бы дать, это одновременно и совет, и просьба. Не будьте слишком заботливыми, не опекайте ваших ядраков, и не будьте ради всего святого навязчивыми. Нет ничего смотрящегося хуже, чем суетливый ДМ, который активно пытается помочь партии. Начнем с того, что у опытной партии подобное поведение ДМа вообще может вызвать панику. Что же он, блин, такого-то там нам напридумывал, что вот такой вот добрый и заботливый сейчас? Может, лучше сразу со скалы спрыгнуть, чем испытать весь этот ужас? Это как в том анекдоте, почему штандартный фюрер никогда не бегает. В обычное время это вызывает смех, а в военное – панику. Особенно часто это проявляется тогда, когда партия сталкивается с какими-то серьезными испытаниями, загадками, пазлами и так далее. Представьте себе ситуацию. Партия стоит перед дверью, пытается определить, как войти внутрь, рассматривает причудливые формы замки и, в принципе, пытается понять, что могло бы послужить ключом для этой двери. А у нашего ДМа приготовлено пазло и включает она в себя ряд компонентов. Ну, например, какая-нибудь картина на стене, освещенная под правильным углом, странные формы факела, чьи основания содержат часть ключа, ну и так далее и тому подобное. Не буду пускаться в подробности. И, видя, что его партия застряла, ДМ начинает всячески ей помогать. Самый распространенный пример это какой-нибудь бросок на восприятие. И, типа, О, посмотрите! Вы видите, что эта картина висит под каким-то странным углом. Я уж не говорю о том, что это нивелирует саму ценность ваших ловушек, так еще и в дальнейшем ваши игроки будут рассчитывать на вашу помощь и использовать свой мозг не в полную силу. Зачем напрягаться? Зачем что-то придумывать? Зачем что-то изобретать? Если ДМ все равно нам поможет. И здесь я снова повторюсь. Поверьте в своих игроков. Поверьте в то, что эта игра приносит удовольствие. И шевеление мозгами это очень важная часть процесса. Не отнимайте у них радость победы. Не отнимайте у них радость от шевеления извилинами. Поверьте, они все смогут. Ну а вот если ступор затянется, и они реально не бум-бум, тогда можно подбросить какой-то ключик или намек. Но ни в коей мере не решение загадки. Я поделюсь свежим примером из собственной практики. У меня партия взялась проходить Tomb of Horrors. Это такой эпичный донжон-убийца от отца Dungeons & Dragons Гарри Гайдекса. И как ДМ я прекрасно знаю, что очень много ловушек, которыми щедро усыпано это подземелье, для моей партии будут летальными. И периодически мне очень сильно хотелось им помочь. Подсказкой, советом, в конце концов заорать «Да куда же вы прете? Неужели вы не понимаете, что это абзац?» Но наблюдая за их похождениями, я все больше и больше убеждался в том, что они в состоянии преодолеть его и справиться с любым вызовом, который им бросит подземелье. Так что все у нас с вами в очередной раз упирается в веру в своих игроков. И на этой однозначно позитивной ноте я это видео пожалуй закончу. Спасибо, что уделили ему время. Я надеюсь, что оно вам понравилось и было интересным. Как всегда, мне очень интересна обратная связь. И потому не стесняйтесь делиться своей точкой зрения в комментариях под видео. Можете писать в группу ВКонтакте, поделиться своими какими-то историями, опытом, задать вопросы, написать пожелания по грядущим видео. Я только буду рад нашему с вами общению. Ну и было бы здорово, если бы вы решили поддержать мой канал лайком под видео, а если не подписаны, то подпиской на него. Ну и традиционное спасибо всем тем, кто пытается финансово поддерживать мой канал. Время сейчас непростое, с доходами у всех не очень, и я очень-очень благодарен вам за поддержку. Спасибо. Ну и на этом на сегодня все. От винта, друзья. До новых встреч.